Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я расскажу, как правильно, быстро и хорошо засолить любую красную рыбу. Это делается очень просто. У меня вот такая часть филе из форели. Можно таким же способом, каким я сейчас буду показывать, солить и горбушу, и семгу, и лосося, и кого у вас есть, того мы и будем солить. Самое важное, чтобы рыбка была свежая. Я солю рыбку сухим посолом. Она у меня на коже. Самое первое, что я сделаю, это с нее достану пинцетиком все косточки, какие еще торчат. Пока моя любимая не знает, я стащил у нее пинцет. Я вот так провожу пальчиком и слышу косточку, беру ее и по направлению к голове ее выдергиваю. Выдернуть все косточки очень важно, потому что когда я буду потом рыбу филировать, эти все кости острым ножом будут разрезаны и попадут в ротик, а это будет плохо. Вот так провожу рукой и слышу, что все косточки я уже достал. Вот здесь есть средняя часть, какие-то хрящички. Их можно вот так аккуратненько поддеть и вырезать. Рыбка для засолки уже готова. Я ее разрежу пополам, чтобы она хорошенечко помещалась в посудинку. Самый простой и, на мой взгляд, самый лучший способ засолки, это смесь соли и сахара. Соль и сахар это настоящие природные усилители вкуса. Я буду брать две части соли и одну часть сахара. Я люблю, что красная рыба должна быть именно классического вкуса. Яркий и характерный аромат рыбы, чтобы он не был ничем перебит. Некоторые уважаемые повара рекомендуют рыбку смазать растительным маслом. Это предохранит излишнее воздействие соли на саму нежную мякоть рыбки. Я никогда так не пробовал делать и мне очень интересно узнать, есть ли в этом смысл. Если смазывать оливковым маслом, оно имеет очень яркий аромат и я боюсь, что этот аромат оливкового масла будет слишком сильным и настойчиво будет перебивать аромат красной рыбы. Поэтому я смажу обычным рафинированным маслом. Вот такая самая простая кастрюлька или эмалированная, или нержавеющая, или стеклянная посудина, та, которая у вас есть на кухне, она годится для того, чтобы рыбку солить. Я просто беру кусочки рыбы, вот так кладу ее в соль. Рыбка достаточно не влажная, но вот такая, на эту рыбку прекрасно соль помещается. Немножко соли на дно, сверху подсолил рыбку и еще раз подсолил. Вот так очень просто солится рыбка. Конечно, многие люди говорят, быстрый засол, за один час рыбка уже будет готова. Она даже сейчас уже готова, ее можно просто брать, присолить и кушать. Это хорошая красная рыба, и там нет никаких паразитов, чтобы можно было чего-то бояться. Но я люблю, чтобы рыба взяла именно свой, обрела настоящий богатый вкус. Поэтому она мне будет лежать в холодильнике 12 часов, ну, около суток. Кастрюльку я накрываю крышкой, чтобы рыбка в холодильнике могла дышать. И убираю это все в холодильник. А вот здесь у меня головы из красной рыбы. Это головы форели. Из них я буду готовить обалденный бульон. Как вкусно, быстро и правильно сварить бульон из голов красной рыбы. Смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Вот столько жидкости вытянула соль с сахаром из рыбки. Рыбка проезжала как раз ровно сутки. Сейчас я эту красную рыбку промываю быстренько, подстрою воды от лишней соли. Я просушу кусочки красной рыбы обычной чистой тряпочкой. А ты скажешь, что мальчикам водочку, а девочкам шампанское. А к рыбке мальчикам пшеничную водочку, пшеничный самогончик. А девочкам к рыбке шампанское. Здесь у меня пшеничный самогончик. Прошлогодний, я думаю, под красную рыбку обалденно. Как классно пахнет пшеничная водочка. Очень вкусно. Мясо абсолютно не пересолено. Лично я абсолютно не уловил никакой разницы, тушка была смазана маслом или без масла. Вкус и там, и там идеально прекрасный, обалденный. Но для того, чтобы максимально раскрыть вкус красной рыбки, конечно же, хорошая пшеничная водочка или мой настоящий пшеничный самогон. Друзья, как сделать обалденный вкусный пшеничный самогон, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Как же классно, самогончик пшеничный, пшеничный и красная рыбка. В этом видео я показал, как легко, быстро и вкусно заселить любую красную рыбу. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место и самое вкусное.